приветствую всех кто добрался уже до девятой части нашей достаточно длинной серии уроков по рисованию орнамента и наверняка вы уже убедились в том что задача очень интересная с одной стороны не такая уж и сложная а с другой стороны и непростая и универсальная помогающая очень много понять программирование и третий способ который мы сейчас с вами рассмотрим как я уже говорила в предыдущей части он радикальным образом отличается от всех которые мы только что рассмотрели сейчас я покажу как у меня отрисовывается вот этот орнамент я сначала сделала проект для того чтобы показать результат а потом уже мы рассмотрим детали в заголовке слайда возможно кто-то увидел незнакомое слово матрица отрисовки мы разберемся что это такое с математической точки зрения из программирования в данном случае но давайте рассмотрим пример итак вот у меня рисуется мой орнамент невозможно кому-то это что-то напоминает и уже вы догадываетесь каким образом построен процесс отрисовки и надо сказать что вот несмотря на то что возможно вы видите здесь очень много кода у меня на самом деле он единообразен достаточно прост и с точки зрения программирования этот метод пожалуй самый простой как бы странно это не звучало сложность заключается в том чтобы подготовить исходные данные именно этим мы сейчас займемся а уже потом немного программируем хотя если вам будет понятно как мы готовили исходные данные то скорее всего вы уже код сможете написать и даже не смотря дальше видео урок и так приступим к подготовке исходных данных и для того чтобы у нас это получилось мы посмотрим опять же наш фон и вот ведь я разлинеяло полностью весь наш орнамент вот исходный рисунок был такой я его разлинеяло полностью в клеточке потому что нам очень важно рассмотреть полностью весь вот этот вот квадрат независимо от того что то у нас в них в этих клеточках отрисована или нет у нас есть белый фон и нас есть красные фрагменты которые я отрисовываю синими данном случае цвет не принципиален как мы поступаем на самом деле все достаточно просто и те кто немножко знает как рисуются орнаменты или там есть очень популярный жанр рисования по номерам собственно у нас есть клеточки циферки и мы каждый цвет обозначаем определенной цифрой данном случае нас всего два цвета и традиционно цифрой 0 обозначается белый цвет а цифра 1 обозначается какой-то другой цвет данном случае красный но у нас спрайт синий все вот эти вот нули и единицы по существу это с математической точки зрения матрица эту матрицу нам нужно заготовить полностью то есть заполнить нулями и единичками на программном уровне соответствующие структуры данных чтобы проще и удобнее было это делать я также добавила нумерацию строк вот получилось у нас 25 строк и 25 столбцов но нумеровать столбцы мне было негде но достаточно просто догадаться нули взять вручную посчитать чтобы убедиться в том что это так что у нас и столбцов тоже будет 25 почему потому что у нас рисунок симметричный и в общем мы можем матрицу создавать либо по строкам либо по столбцам это не принципиально я опиралась на столбцы но если бы я делала по строкам у меня получился абсолютно такой же результат если сейчас вот убрать подложку с орнаментом то в итоге у нас получится вот такая вот совокупность нулей и единичек дальше я уже не дописывала вы понимаете что это нет смысла делать поскольку у нас есть вот такой вот орнамент каким образом в каких структурах данных мы будем сохранять эти нули единички как мы будем хранить вот эту матрицу я думаю что те кто знаком со scratch уже догадывается что для этого она вполне могут подойти списки ну а тот кто знает немножко программирование на других языках либо внимательно слушал урок посвященные рассмотрению списков scratch ссылку на этот урок я дам в описании данного видео там упоминалось еще такое понятие как массив и в общем ну традиционно в программировании массива используется очень активно и для вот описание такой матрицы наиболее подходящим был бы конечно двумерный массив но scratch двумерные массивы не поддерживает поэтому придется оперировать списками и сейчас я покажу что у меня какие получились списки а потом на небольшом примере мы создадим точнее начнем создавать список не будем тратить на это время потому что на самом деле это достаточно рутинная работа и еще раз повторю программный код здесь пишется достаточно быстро а вот подготовка вот этой матрицы она может занять время потому что здесь нужно будет очень аккуратно и точно вписывать нули и единички и так списке у нас создаются в разделе команд переменные и вот у нас есть кнопка создать список вот мои списки получилось списков ровно 25 потому что у нас матрица 25 на 25 то есть не потребовалось сделать 25 столбцов хотя в принципе я могла бы обойтись и половиной и даже четвертью но тогда вы мне пришлось думать как же мне делать другие симметричные части поэтому условно говоря я решила эту задачу в лоб я полностью описала всю матрицу и в общем эта матрица может стать основой для аналогичного описания любых других орнаментов которые вписываются вот в этот вот формат 25 на 25 просто заменить 0 и единички на какие-то другие значения точнее на их комбинации давайте я открою список номер один у нас все они имеют длину 25 ровно 25 элементов и если мы посмотрим у нас идут 0 и 0 и 0 и 1 элемент с единичкой это 13 элемент понятно почему потому что вот у нас 13 элемент равен единицы все достаточно просто аналогично второй список он соответствует у нас давайте я его немножко увеличу что было удобнее хотя все равно все 25 элементов не вмещаются он у нас соответствует второму столбцу допустим если мы оперируем столбцами хотя еще раз повторю строки точно такие же и соответственно у нас 12 13 и 14 элементы это единицы все остальные 0 и вот пожалуйста 12 13 14 единицы но давайте я сейчас для того чтобы было понятно как создавался список я создам еще один напишу допустим так x3 пример третьего столбца вот у меня третий столбец даже можно вот так вот немножко подвинуть я собственно так и дело что было мне удобно вот я размещала вот у меня первый столбец 2 вот 3 и соответственно я вижу что в этом третьем столбце у меня будут элементы 11 12 13 14 15 единицы все остальные нули соответственно остается только нажимать на клавиши добавлять цифры я нажимаю плюс ввожу 0 даже я могу вот сейчас особенно не переживать если я ошибусь потому что в принципе я потом смогу все исправить вот у меня я добралась до 11 элементы соответственно 11 элемент у меня единица 12 тоже единицы 13 единицы 14 15 и дальше опять я добиваю этот список нулями вот таким вот образом создавали все списки я думаю нет смысла показывать все остальные каждый сможет их легко описать ну что было интереснее допустим я сейчас покажу просто как выглядит список где-то центральной части например номер 14 здесь у нас единиц побольше и они перемежаются с нулями потому что здесь у нас будет что это вот наверное вот этот столбец давайте сейчас нажму стереть все вот 14 элемент это вот этот потому что 13 вот он центрального 14 соответственно у нас 0 потом 3 единицы потом два нуля ну и так далее то есть все достаточно просто то есть можно вот так вот создать все 25 списков еще раз повторю это заняло определенное время но сейчас мы посмотрим как писался код тоже немножко начнем программировать и вы убедитесь в том что в общем это достаточно просто и я уже в третий раз повторяю программирование оказывается займет значительно меньше времени так сначала мой программный код я для удобства немножечко так вот уменьшу чтобы вы увидели объем не пугайтесь если помните в начале отрисовка была двумя способами вот сейчас я опять сменю фон на белые чистые мне было любопытно посмотреть оба способа и вот первый способ у нас вертикальное рисование как раз вот по этим вот столбцам которые у нас описывались а второй способ по горизонтали и вот у меня для этого созданы два других блока матрица и матрица 2 1 другой блок это рисование по вертикали а второй по горизонтали но сейчас разберемся как это делается по сути нам нужно обойти матрицу так и называется обход матрицы прочитать каждый элемент списка и проверить его на наличие нулей единиц и если у нас элемент списка будет иметь значение 1 то мы должны использовать блок печать в противном случае мы пропускаем ничего не рисуем переходим к следующему элементу но сейчас опять же я создам еще один другой блок у меня как раз включен английский я сделаю так напишу матрица и смотрите как я поступила во первых я сделала ввела вспомогательную переменную и сначала задаю и значение 1 нам нужен этот индекс потому что нам необходимо обращаться к элементам наших списков по номерам соответственно мы используем переменную и в программировании есть определенные обозначения если для каких-то осмысленных операций нужно задавать имена переменных понятные например вот x старт y старт это точка начала точка старта отрисовки то для индексов можно использовать одну букву и gklm как правило используется для индексов но очень часто используется именно буква и или ай по английскому латинской и и так мы задаем значение 1 дальше мы должны обойти каждый элемент списка но по порядку сначала у нас будет первый список в во всех у нас списках ровно 25 элементов и соответственно нам необходимо будет выполнять одни и те же действия 25 раз в принципе у меня здесь стоит число 25 это не совсем хорошо потому что лучше было бы использовать либо переменную либо еще корректнее было бы взять считывающий блок длина списка то есть брать по длине списка но чтобы уж точно не ошибиться тогда код получится более универсальными если наша матрица как-то изменится изменится количество нас не возникнет необходимости что-либо еще менять а вот здесь число 25 у меня везде стоит вы видите да это пришлось бы тогда редактировать к примеру если у нас матрица вдруг будет 20 на 20 для другого случая для другого орнамента дальше как я уже сказала мы должны проверить равен ли элемент списка единицы это элемент и если равен то напечатать соответственно берем оператор равно не путайте пожалуйста с присваиванием других языках программирования мы не присваиваем значения а сравниваем два значения и дальше мы берем блок элемент списка список у нас 1 значение мы проверяем равно ли единицы и здесь вместо цифры мы подгоняем добавляем сюда переменную и и это наш индекс и если это элемент нашего первого списка равен единице мы соответственно используем оператор печать противном случае как я сказала мы ничего не делаем но в любом случае у нас здесь нет ветвления потому что мы должны перейти к следующему элементу и при этом геометрически отрисовав один элемент мы должны или не отрисовав прийти к следующему то есть если вот опять я сейчас фон сделаю нашей сеткой вот таким образом то вот проходя по первому списку мы сравнили первый элемент равен ли он единицы нет не равен значит мы должны перейти к следующему элементу и координатно мы должны переместить наш спрайт вниз переходим к коду и мы это делаем с помощью блока перейти и отталкиваемся от текущего положения нашего спрайта то есть положение x и y нам нужны и теперь думаем если мы рисуем по вертикали соответственно нас будет меняться координата y значит мы берем положение x у нас остается прежним положение y если мы отрисовываем сверху то будет у нас уменьшаться на шаг то есть мы берем оператор вычитание минус положение y минус шаг я не объясняю что такое шаг и что такое сетка потому что это мы достаточно детально рассмотрели в приду предыдущих частях если кто-то их не видел смотрите по ссылкам в описании видео и нам обязательно нужно перейти к следующему элементу чтобы это сделать нам необходимо изменить переменную и на 1 то есть увеличить на 1 таким образом перейдя к следующей итерации нашего цикла мы уже будем иметь дело с элементом под номером 2 мы тоже его сравниваем с единицей если он будет равен единице то мы печатаем а если нет и в любом случае мы переходим к следующему элементу и так далее итак первый столбец мы нарисовали будем считать ну давайте проверим так ли у нас все рисуется сейчас все сотрем и выполним вот этот вот блок но прежде я сделаю вот таким вот образом я выполню все таки вот эту часть потому что здесь у меня взяты начальные значения и спрайт переходит нужные координаты так я выполню вот эту часть и дальше выполню матрица вот у меня нарисовался один квадратик не обращайте внимание что у меня здесь они здесь потому что если вы помните у нас немножко смещается масштаб но важно что посередине у нас вот появился этот квадратик дальше все идет по типу и подобию а именно нам необходимо опять задать и равным единице и идти уже по списку номер два выполнять то же самое к сожалению приходится дублировать эту часть кода потому что нет в scratch 3 0 в такой возможности с помощью переменной подставить сюда список другой то есть нам нужно список выбирать из вот этого выпадающего списка всех заданных значений но прежде чем мы это все сделаем нам необходимо еще сместиться если мы рисуем по вертикали вправо соответственно нам нужно использовать оператор перейти и теперь мы будем отталкиваться от текущего положения нашего спрайта следующим образом мы должны по x у сдвинуться вправо то есть увеличить x на шаг значит мы берем плюс и выбираем положение x плюс шаг я возьму вот скопирую чтобы не перепрыгивать вот у меня уже тут что-то пытается рисоваться не обращаем пока на это внимание а по игреку по игреку мы же смесь сместились уже вниз мы соответственно должны стать какую-то точку и эта точка у нас сохранена в переменной игрек старт поэтому я беру и дублирую просто игрек старт и сейчас вот эту вот часть кода мне все время придется дублировать то есть ну единственное что и менять список сначала 1 потом 2 потом 3 вот давайте я сейчас еще раз сделаю продублирую так перейти я зря взяла сейчас немножко стороночку и вот так возьмем здесь беру третий список ну вот вот эту часть можно не менять потому что они все у нас одинаковые длины а все остальное вот всего лишь мы меняем только номер списка все остальное остается абсолютно идентичным давайте проверим сейчас сотрем все выполним вот эту часть кода и вызовем блок матрица наш вот все достаточно хорошо рисуется вот собственно и все я думаю что нет смысла показывать как рисовать дальше но единственное пару слов сказать о том как рисовать по горизонтали по горизонтали просто мы будем вот эти вот смещение делать не относительно положение x относительно положение y вот можете убедиться вот матрица 2 мне рисуется по горизонтали и здесь я прибавляю каждый раз x то есть я смещаюсь вправо а потом смещаюсь вниз уже когда перехожу к следующему фрагменту к следующему списку вот так достаточно просто по матрице программный код повторю уже в который раз очень простой больше времени займет создание вот этой матрицы рекомендую попробовать и я думаю что вы получите истинное наслаждение от нового эффекта и также рекомендую подумать над какими-то другими способами отрисовки и над тем где еще такой способ в принципе рисование используется вообще в прикладных каких-то областях этому вопросу мы посвятим еще одно видео но наверное она выйдет немного позже я надеюсь что комментариях вы напишите примеры использования вот этих рассмотренных программных решений возможно приведете тоже свои какие-то варианты желаю всем творческих успехов массы новых идей и совершенствования в программировании до новых встреч